Генеральная уборка, так называется, один из новых проектов Общероссийского народного фронта. Его суть – выявление несанкционированных свалок и полигонов. Увы, в Чувашии тоже есть что убирать. Во время одной из экспедиций представители Русского географического общества только в пределах одного сельского поселения Урмарского района обнаружили четыре свалки. Подробнее в сюжете. Участники экспедиции «Казанский рубеж», маршрут которой проходил по нескольким районам Чувашии, искали на местности рвы, окопы и дзоты, оставшиеся со времен Великой Отечественной. А нашли мусорные завалы. Мы обнаружили в ходе экспедиции порядка десяти захороненных территорий свалок. Это в каких районах? В районах Марпосадском, Козловском, Урмарском. Только в районе Большечайкинского сельского поселения таких территорий четыре. Среди привычных бутылок, консервных банок, продуктовых упаковок и строительного мусора можно найти останки домашних животных и скота. Глава администрации сельского поселения отмечает, в его полномочиях только призывать население иметь совесть. Профилактику мы ведем, но штрафовать мы не имеем. Таких у нас помолчи нет. Были случаи, мы фотографировали. Все вот эти фотографии вывешиваем. В общем, где у нас есть имелецитутские объявления, вот туда мы выставляем. Но на каждом собрании, вот это сход граждан, мы насчет этого работаем. Они информированы, что выбрасывать мусор нельзя. Но все-таки это продолжается. Я думаю, этот вопрос надо решать как-то комплексно. Тут надо и финансирование дополнительно надо, вот этот площадок надо. Все захламленные территории, которые обнаружили участники экспедиции, уже отмечены на интерактивной карте свалок. Это специальный открытый интернет-ресурс проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка». С помощью него каждый может сообщить о нелегальном складировании мусора, указав координаты свалки и прикрепив фото или видеоматериалы. Местные представители ОНФ обязательно проверят поступившую информацию и в случае подтверждения инициируют процесс по уборке территории. На сегодняшний день на карте свалок отмечено более 32 объектов. Продолжают поступать обращения, так как в зимний период карта не настолько активно пополнялась данными в связи с тем, что территория была заснежена. Первые результаты уже есть. К счастью, администрация Вурнарского района, Олековского района на обращение Общероссийского народного фронта отреагировала довольно оперативно. И те факты, которые были обозначены жителями Чувашской республики, в части захламленных территорий, были ими устранены. К сожалению, не всегда оперативно реагируют органы местного самоуправления на те обращения, которые поступают со стороны граждан и активистов ОНФ. Мы намерены этот вопрос в ближайшее время обсудить с руководством региона. Ждать встречи долго не пришлось. Там, где глава сельского поселения понимает проблему, там этих свалков в разах нет. Там, где глава районной задачи стоит, там обуводится. Мечки сегодня работают. Но на сегодня, Михаил Ильич, проблем есть. Михаил Игнатьев поблагодарил фронтовиков за сигналы для органов власти. А чтобы персонализировать ответственность за свалки, предложил ввести классификацию муниципалитетов. 291 сельское поселение, которое входит в муниципальное образование. Или городские округа вместе с городскими сельскими поселениями, или муниципальное образование. У нас должен быть рейстр. Красная зона – это грязные сельские поселения, или даже не организовали работу по вызову мусора. Потом оранжевые, чистые и полугрязные, так скажем. Ну и самые-самые лучшие, зеленым цветом должны быть. Персонализация ответственности должностных лиц и федеральные проекты. Совместная работа общественников и правительства должны дать результат. Ну и правила, чисто где не мусорят, никто не отменял.